Микс Ньюс. Life is good. Люблю. Life is good. Приятно слышать и всегда уместно сказать. Теперь каждую среду в 10.00 мы говорим вам «Люблю». В нашей новой передаче «Люблю лайф». Life is good. На Радио Болтком. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Нина Дождева, руководитель проекта «Журналист журнала «Люблю». И сегодня у нас необычный гость Алексей Гейко. Он сразу в двух ипостасях. С одной стороны он наш гость и нормальный человек, а с другой стороны он мифический персонаж. Очень добрый, очень интересный и очень музыкальный. Очень-очень музыкальный, потому что это домовой симфонического оркестра. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну вот теперь вы понимаете, что все сказки на самом деле были. И вот так выглядит вполне реальный домовой. Ну вот и зовут его не просто как-нибудь, а представьтесь, пожалуйста, Алексей, как вас зовут как симфонического домового. Ленисон – это сокращение от… Нет, это, наверное, Мендельсон, да? Нет, нет, это Ленисон. Но это похоже, да, мы занимаемся примерно тем же самым, делаем людям очень хорошо в их самые счастливые дни, когда они к нам приходят. Но откуда такое необычное имя? Оно и не русское, оно и не латышское. Ленисон. Это такое сокращение ЛНСО – Латвийский национальный симфонический оркестр. И когда вот ребята думали, как его назвать, то лучше было и не придумать. Ленисон. То есть имя даже у него тоже непростое. Оркестровое. Да, и сколько же лет вот этому такому домовёнку, так скажем? Вы знаете, довольно много уже. Мне кажется, лет 11 или что-то около того. Я здесь уже, наверное, пятый год домовым работаю. А до нас ещё была большая, огромная ростовая кукла, которая решили вот её поменять и сделать уже такого. Но мы раскроем секрет. Почему люди, которые слушают нас и которые не раз были в большой гильдии и были на симфонических концертах, на камерных концертах, почему они ни разу не видели этого домового? Ну, во-первых, потому что домового вообще мало кто видел. Даже если он не симфонический, а в вашем доме. То есть вы его ощущаете, чувствуете его присутствие, но при этом он остаётся невидимым. И вот в отношении музыки возможны чудеса, и это одно из них, что тот редкий случай, когда домового мы не только ощущаем и замечаем его присутствие, но и видим. И это кукла. И что она помогает? Что она помогает именно на детских концертах. То есть взрослые, не удивляйтесь, вы просто выросли слишком быстро, слишком рано. А вот такие домовые появились значительно позже. Что делает эта кукла? Я думаю, многие взрослые в наше время думают, что они выросли слишком рано. Представляете, сейчас за этими телефонами угнаться, с пальцем непонятно куда тыкать. А кукла – это просто прекрасный способ облегчить восприятие классической музыки для подрастающего поколения. Очень жалко, что не все родители об этом знают, конечно, и, конечно, совсем не все ходят. Но хотя вот за пять лет, которые мы с этой куклой, мне кажется, что посещаемость очень хорошо выросла. Поэтому можно поставить себе в заслугу хоть что-то. У нас есть традиционная рубрика нашего журнала «Афиша», где приглашают не просто филармонию или симфонический оркестр, приглашают взрослые, а приглашают именно кукла. Говорящая кукла Ленисон, она как раз и делает тот первый шаг, который знакомит ребенка. Ребенка, даже если он учится в музыкальной школе или берет уроки музыки, не просто с музыкой, с отдельным инструментом, фортепиано или другой какой-то инструмент, может быть, кто-то флейта, он знакомит именно с этим океаном, этим солярисом музыкальным, этим огромным симфоническим оркестром, который сначала там как-то жужжит, настраивается, пристраивается, и потом раз – возникает такое волшебство. Ну вот, и дети все-таки кукол любят, и клоунов они не боятся, и вот такой вот интерактив. Ну и вот эта кукла, она как? Она как-то взаимодействует с детьми или все-таки? Конечно, и с детьми, и с дирижером, и со всем оркестром. И у нас вот прямо по соседству сидит обычно контрабас, поэтому контрабас – его любимый инструмент. Хотя, конечно, Ленисон мог бы, пять Ленисонов поместиться в контрабас, наверное. Ну, живет он в футляре от виолончели, разговаривает с контрабасистом, учит дирижера, как махать палочкой. Как махать палочкой, да. И так далее. Ну, с другой стороны, вот эта волшебная такая музыкальная магия, наверное, она, ну, так скажем, магия только наполовину, как и все сказки, сказки только наполовину или там на две трети, а все остальное – это чистая правда, как и волшебство музыки, которое однажды каждый почувствовал. Ну, а вот, Алексей, ну а сам-то в каком-то возрасте освоил музыкальный инструмент или все-таки это осталось? Конечно, у меня мама учитель музыки, так что в четыре начал играть на скрипке, в пять на пианино, в девять на баяне, в семнадцать на гитаре. И, в общем, ни на чем не научился, собственно говоря. То есть, научился уже потом, когда хотел сам, да, поэтому дома инструментов тоже на весь оркестр, и включая даже тубу. Вот эту тубу большую, которая… Да, контрабас предлагали в подарок, я уже отказался, потому что понял, что меня мои девчонки выгонят из дома с контрабасом совсем, так что я тубу еще принес. Ну, вообще прекрасно, скрипка, это обычно отдают детей, приводят к преподавателю, у которых диагностирован, диагностирован абсолютный слух. Вот, потому что пианино, ну, по большому счету, при всем уважении, пиетете и к этому музыкальному инструменту, все-таки, если пронумеровать клавиши, приклеить к ним номера, и человек очень внимательный и особенно усидчивый, и дать ему такую программу, все, он все-таки возьмет и заиграет, и мелодия, ну, который умеет считать про себя там, или поставить ему этот приборчик, то все-таки он воспроизведет мелодию. Скрипач все-таки, не имея абсолютного слуха, не воспроизведет. Поэтому, конечно, это… Ну, во сколько лет? Да в пять, по-моему, или в четыре, или в пять, да, что-то они там… Кстати… Поторопились, мне кажется, немножко. Нет-нет-нет, кстати… Там большую часть времени я провел с этой скрипкой, сидя под стульями, которые были там в углу, да, то есть меня выковыривали из-за этих стульев, чтобы я шел играть на скрипке. Но, в общем, у них ничего не вышло. В пять лет я победил, к сожалению. То есть сейчас, сейчас есть, есть, есть о чем посожалеть. Всегда есть, я думаю, у всех. Всегда есть. А какой-то есть любимый музыкальный инструмент? Ну, я думаю, что не буду сейчас особо выделяться. Я же здесь представитель Ленисона. Контрабас, я думаю. Все-таки контрабас. Ну, опять же, вот я актер профессиональный, контрабас, прекрасная пьеса. Да-да, и пьеса, да-да, ну пускай же, как актер, контрабас. Все сходится. Ну, ну что же, я хочу еще раз обратиться ко всем родителям, которые иногда делают вот такой вот крен, особенно если ребенок в семье один, и говорят, у нас все равноправие, мы никого не заставляем, мы не ставим границ, мы современные родители. Ну, нельзя себя уравнивать с ребенком. Наверное, вы видите, ребенок видит не меньше, чем вы. Ребенок видит, может быть, даже как-то больше, по-другому, но все-таки вы знаете, что, немножечко больше знаете, что будет завтра. И ребенок до конца, если у каждого ребенка спросить, у обычного ребенка спросить, давай изучать буквы с утра до вечера, и это не будет сопровождаться никакой игрой, наверное, мало кто научится читать. Безусловно, научатся. Есть такие дети, которые вообще не благодаря, вопреки своим родителям осваивают и буквы, и цифры, и ноты. И знаем мы такие примеры, в том числе Моцарта, который там с раннего детства на слух все это воспринимал, какой-то был космический, космический, одаренный, гениальный музыкант. Но таких мало. Обычно все-таки все, что касается музыки, ну, наверное, как умение ползать, например. Каждая мамочка знает, что если в три месяца ребенок не пополз, а ползание для детей укрепляет колени, потом он будет правильно и нормально научится ходить, как положено, да, он не поползет. Если до определенного возраста еще какой-то навык не развивать, он тоже атрофируется. И поэтому чем раньше вы отведете, для начала отведете, да, надо взять на себя, купить билет. Не настоите. Настоите. Заманите, может быть. Пригласите на встречу с говорящей куклой, с домовым симфонического оркестра. Тем раньше. Может быть, не с первого раза, но точно не повредит. И вот этот музыкальный мир – это огромная, огромная такая вот, ну, на сегодняшний, наверное, день единственная сфера культуры, которая не подвержена вот этому наступлению массированному, это массив атак интернета. Все-таки живая музыка, она остается, ее невозможно подвинуть, несмотря на всевозможные там трансляции и так далее. Люди едут в другие страны, благо сейчас есть такая возможность, да, покупают билеты на какие-то выступления, да. И Латвия в этом смысле, и Юрмала, ну, хороший показатель, сколько людей приезжают именно в Латвию, и в Юрмалу на какой-то концерт, на какую-то звезду, на какой-то, ну, на какой-то, ну, вот. Ну и в Резекне, кстати, не только в Латвию, в Резекне концертный зал Горс, прекрасный. Пожалуй, что в Риге пока такого зала нет, и туда я была свидетель, я когда-то на Малера ездила в Резекне, потому что там была пятая симфония Малера, да, исполнялась, и я как раз там слушала, да. И вы знаете, я была поражена, что не только из Риги люди были даже из сопредельных, так скажем, государств, которые тоже приехали и послушали эту симфонию. То есть вот этот мир музыки не обделяйте своего ребёнка, приводите, приводите сначала на такой концерт, потом на более, уже более серьёзный, а там, глядишь, ребёнок не будет против пойти в музыкальную школу, и не обязательно, кстати, в музыкальную школу. Будет вам Шостакович играть по утрам. Всё дойдёт. Время вперёд, да. Вот. И тут вдруг я услышала позывные программы, да, но уже не с телевизора. А, кстати, насчёт Шостаковича. Ранний Шостакович, конечно, это вот такой буря и натиск, но у Шостаковича есть очень много произведений, в том числе детских. В том числе детских. Ну, сейчас как-то мы уже немножечко отвлеклись, но всё-таки, всё-таки мы возвращаемся к нашему журналу «Люблю», журналу «Люблю». И первое, с чего начинается наш этот номер, очередной новый номер журнала «Люблю», который сегодня вышел, появился в почтовом ящике и появился во всех киосках, это наш праздник. Наш праздник, который буквально вот в начале марта, 7 марта, мы всех приглашаем в Акрополы. И семейный праздник, семейное дефиле. Конечно, это не симфонический концерт, это вообще даже не концерт, это тот праздник, который мы сделаем для вас и вместе с вами. Может быть, даже мы и нашего симфонического домового пригласим тоже, чтобы он тоже совершенно волшебным образом там материализовался, и мы встретимся с ним там вживую. Вот, и участвовать в нашем конкурсе не просто, а очень просто, потому что, ну, наверное, у каждого родителя в телефоне есть какая-нибудь запись, когда ребёнок берёт в руки, не знаю, что там, отвёртку папину, или там мамин лак для волос, и что-то он там исполняет перед зеркалом, накинув на себя нечто, да? Был такое вообще? Видели, встречали такое? Ну, да, наверное, каждая вторая страничка в интернете, да? Вот такая, да. Котятки первая и детишки вторая. И детишки с микрофоном, причём в качестве микрофона, ну, начиная от скалки, заканчивая, ну, совершенно каких-то непотребных предметов, и, ну, всё, что под руку попалось в семье, да, так что не раскидывайте всякую ерунду, а то просто будет как-то неудобно перед этими вашими подписчиками. Дети хотят внимания, хотят минуту славы, и, конечно, прекрасно, когда в этом поддержит мамочка, братик, сестрёнка. Итак, семейное дефиле – это главное украшение нашего праздника, прекрасные подарки приготовленные, и остаётся только записаться. Так и называется – «Мама, дочки и сыночки». Кстати, насчёт мам, дочек и сыночков. В прошлом году на нашем празднике победил папочка, который пришёл с сыном. Они сделали бумажную штангу. Это было выступление, было дефиле штангистов. Вот, и они как раз получили семейный уикенд за городом там, и были очень довольны и счастливы. Поэтому папочки – это просто мы как бы назвали, как женский журнал, да, на самом деле мы семейный журнал. И, конечно, дали фору бабушке. Вот, к бабушкам мы тоже вращаемся. Ну, вот, дедушек не было замечено в прошлом году. Дедушки, кстати, тоже присутствовали, но они всё это снимали. На смартфоны, на телефон, на айфоны, ну, всячески создавали летопись. Ну, всех приглашаем. Подарков точно хватит на всех. Сюрпризов тоже будет предостаточно. Ну, и потом это всё-таки центр семейных развлечений. Можно и продолжить праздник. И не забывать, что в этот день нашему журналу исполняется 22 года. 22 года мы уже, вот, говорим это волшебное слово. Люблю. Каждую среду. Вот. Ну, и не только в среду, конечно. И будут сюрпризы. И самый большой сюрприз из тех, кто выпишет журнал там на месяц, на какой-то любой срок. Тут же на празднике мы разыграем, и кто-то уйдёт с сертификатом обложка, представляете? И украсит, вот так же вот украсит, красиво, как сегодняшний номер, украсит наш журнал, и это будет съёмка на обложку. Поэтому это уже тоже мотивация. Кстати, у нас не только ведь бывают девушки и женщины, да? У нас и дети бывали на обложке, и мужчины, и даже коты. Да. Вот это неудивительно даже. Да неудивительно? Да. Даже более логично. Даже более логично, да? Ну, кстати, сегодняшняя обложка – это невеста, это тоже не случайно, потому что уже воскресенье, wedding day, большая выставка индустрии красоты свадебной, и, конечно, мы тоже там будем и вас приглашаем. Потому что, ну, не только тех, кто женихов и невест, подружек, мамочек, невест, там сестра, ещё какая-то, может быть, родственница, или все, кто причастны к этому прекрасному празднику. И, кстати, этот номер сегодняшний, это тоже свадебный номер. Есть очень много и курьёзных свадеб, и свадеб знаменитостей. Ну, и потом это действительно редкое событие в жизни. Как, Алексей? Я не знаю. У меня не было ещё свадьбы, поэтому, наверное, да, для меня очень редкое. А вообще у некоторых людей, вот, мой папка три раза ходил, так что, кому как. Ну, что же это такое? Это ещё раз говорит о том, что вот существует, в нашем обществе наблюдается определённая, ну, так скажем, обидная энтропия. Почему вот одним столько, а другим нисколько? Вот, для того, чтобы, может быть, стоит сходить на выставку. Вопрос уж очень, потому что индивидуальный. Индивидуальный вопрос. Сложно на всех попасть по одной цифре. По одной цифре? Ну, будем, будем, будем. Я лично надеюсь, что свадьба – это… Ну, пусть они будут. Какие они будут, об этом и в журнале прочитайте, и кто на выставку пойдёт, на выставке идеи почерпнёт. Мне хочется, чтобы вот… Это тот редкий праздник, с которого начинается, ну, просто, ну, жизненный триумф каждого человека, каждой семьи, он свой. И, наверное, это та веха, которая вот начинает уже не твою жизнь, а уже новую жизнь, новую жизнь, и пусть эта новая жизнь не будет ничем омрачена. И это… Об этом мы всё время пишем, и журнал наш так называется не случайно, потому что, как ни крути, а все живут любовью. Даже тогда, когда эта любовь уже ушла, она тебя поддерживает. Тогда, когда любовь и есть, да, её надо лелеять и холить. Ну и, конечно, Алексей, ну, есть мечта о любви? Да нет, у меня вообще всё прекрасно в этом плане. И любимая женщина рядом, и вот вторая доченька родилась как раз месяц назад прямо. А почему свадьбу игнорировали? Мы как-то совершенно современные люди, знаете, мы оба думаем, что самое главное – это любовь, а не штамп в паспорте. Ну вот когда любовь и ещё плюс платье-торт, шарики, фонарики… Ну, платье-торт никто не отменяет, это же одно другого не исключает. Фейерверки, да, то всё-таки пусть будут и свадьбы, и, конечно, прежде всего, пусть будет любовь. Ну и в отношении… Вот до Оскара, наверное, одним словом потом вернёмся, вернее, двумя словами вернёмся, да? А в отношении свадебных нарядов, вот как раз мы говорили, платье-торт, вот как ни странно, платье-торт отодвигается и всячески мутирует, и мутирует даже до неприличия, я бы сказала. Вот. И, может быть, вот некоторые серьёзные мужчины и опасаются, что вот если вот эта вот самая любимая женщина вот в таком вот платье покажется, что, может быть, как-то даже как-то и… как-то будет… Пускай ходит. Пускай. Ну, вот как хорошо, когда люди друг друга понимают и находят консенсус. Ну, и, конечно, брюки. Что бы ни говорили, смокинги, брюки, вот всё-таки мужская одежда, женщины всё-таки это экспансия, которая заложена в женском характере. Ну, вот добрались они до мужской одежды, и не просто добрались, но ещё и перетянули в свадебные наряды. Ну, просто удивительно, но смотрятся очень сексапильные, очень стильно, и как-то… Ну, вот я не знаю, ну, надо, конечно, для полного комплекта видеть рядом жениха. Вот я думаю, что он, наверное, тоже всё-таки будет в брюках, но, наверное, всё-таки… Тут такие платья, что я думаю, что дамы опасаются, что, так сказать, да. Муж будет выглядеть более одетым, может быть. Более одетым, да. В общем, вся одежда достанется мужу. Такая непопулярная одежда, там, чёрная, мрачная, строгая. Классика. Классика, да. И женщина вот вспорхнёт, вспорхнёт в эту прекрасную полосу или в это прекрасное событие, которое останется вот в семейных, там, в семейных хрониках, в семейных альбомах, там, портретах и фотографиях. Вот. А сейчас, наверное, мы немного с вами прервёмся на рекламу и вернёмся снова, и ещё вы узнаете очень-очень неожиданные темы нашего нового номера. Поэтому не прощаемся. Микс-ньюс. Продолжаем. Наш, я надеюсь, интересный, содержательный и музыкальный и очень любвеобильный эфир, потому что и про свадьбы поговорили. И вот долистали до удивительной рядом рубрика про животных, поскольку номер у нас тематический, свадебный, перед свадебной выставкой, да, воскресенье. О том, как умеют любить животные. Ну, во-первых, для начала спросим, есть ли у Алексея домашние животные, потому что всё остальное мы узнали, у него уже есть. И любимые, и дети, и родители. Вы знаете про домашних животных. У каждого из нас есть домашнее животное, потому что наука говорит, что вот не далее, что в пяти метрах от вас всегда находится паук. Поэтому... Убух ты мой. Да, имеем в виду, что у каждого есть какой-нибудь свой... Не только домовой, но и паук, вот. Феофёкл. А у меня есть две замечательные собаки. Вот, кстати, собаки нас и познакомили с супругой. Гуляли, 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 гуляли три года рядом, а потом вот пошли собак познакомиться. Вот собаки-то оказались умнее. Да, вообще. Виноведнее. И более того, безошибочный нюх. Нюх получается у собак, да. Ну вот, и... А какой породы вот эти такие счастливые собаки? Моя лабрадор. Ой, какая... Чёрная. Какая добрая, милая. Моей супружнице шнауцер. Цверк шнауцер. Маленький. Перец с солью. А, ну это характер непростой шнауцер. Да, совсем-таки даже непростой, но очень хороший. Отлично уживаются. И лабрадор у нас главный. Лабрадор, да. Девка. Она тяжелее. Тяжелее. А у собак, кто тяжелее, тут и... У них проще немножко. Проще немножечко, да. В этом смысле. Ну ведь смотрите как, ведь собаки могли друг друга не принять, могли покусать, порычать, разбирать. Как это тоже бывает. Вот в Верминском парке там большая площадка есть, и там, если кто-то присматривается к собакам, ну ещё не решил, решится ли сделать шаг навстречу вот этому четверолапому счастью. Вот. Походите, поприсматривайтесь, и многое вам станет понятным с этими разными породами. Так вот, совершенно по-разному ведут себя собаки. Там их спускают как раз на этой площадке, можно их отпустить, и они там под надзором хозяев. Собака на немножко отражение хозяина, да, просто зеркало. У меня сосед есть, у него, вот сколько я там живу, на том месте, где я живу уже 20 лет, да, и у него за это время три собаки сменилось. Все три ведут себя ужасно, совершенно одинаково, и, в общем, очень похожи на своего хозяина. Вот так вот. Который тоже ведёт себя, ну, знаете, про соседей либо хорошо, либо, ты говоришь, никак, да. Ну, вот как интересно, видите, если вы считаете себя, что вы человек достойный во всех отношениях, интересный, добрый, красивый, дружелюбный, и чего-то вам в этой жизни, вот в соответствии с вашими качествами, не додано, заведите собаку. Да, даже если даже и додано, то вот тоже заведите собаку. Тоже заведите, потому что вас будет тогда два. Потому что совсем не Nokia Connecting People, а вот собаки Connecting People. Это я на своём примере очень хорошо знаю. Да? Да. И тем более они уж не водка, да, потому что и про водку тоже так говорят, да. Но на самом деле всё-таки… Она, может быть, улучшает коммуникацию иногда, да? Да, иногда, да. Но на самом деле всё-таки собака – это, ну, говорят, вот там член семьи. Это не просто член семьи, это вот такой вот, как сказать, маленький синхронизатор ваших положительных эмоций. Это будильник, это ваш мотиватор к прогулкам, к здоровому образу жизни. И, ну, наверное, если… Социальная активность. Социальная активность. Определённого рода, да. И потом всё-таки, как ни крути, и папы, и мамы достаточно, ну, занятые в социуме люди. Даже если они работают дома, как говорят, на удалёнке, они всё равно к чему-то, ну, как сказать, не то чтобы приклеены, на что-то заточены. И только собака, только собака… Всегда с вами. Заточена на своего хозяина. Да. Она живёт для него, она радуется ему, она ему предана. Она его любит больше, чем себя. Любит больше, чем себя. И я не знаю другого способа, ну, кроме, может быть, классической литературы, если ребёнок вот с детства, ему понравилось самому читать, и он читает много, и читает вот как раз такую, ну, как сказать, душевную литературу, ну, не душевную, скажем, а такую добрую. Я не знаю другого способа вот привить такую доброту и вот эту ответственность за какого-то более, ну, за маленькое, более существо. Не то, что маленькое, а… Иногда смотришь, оно такое существо… Оно совсем не маленькое, да. Но, тем не менее, научить ребёнка доброте и заботе о ком-то другом, потому что не у всех повезло иметь сестричку или братика. Более того, у некоторых есть сестричка и братик, и дети не хотят о нём заботиться, не хотят помогать родителям, даже появляется какая-то ревность, потому что бывает разница в возрасте, или там родители иногда что-то ребёнка, ну, как-то на него навешивают свою родительскую функцию, да. Но в отношении к собакам, ну, я просто не знаю ни одного случая, чтобы у ребёнка, ну, не было такого очень большого позитивного, доброго отклика. И, более того, собака сама учит ребёнка вот этой доброте и любви. Ну, вот прямо гимн… Спели. Спели, спели, да. Два голоса спели гимн. Ну, и вот, если, возвращаясь к журналу, то посмотрите, и про макак мы написали, и про котиков, и про львов, про панд, и даже про бабочек. Кстати, у нас в журнале «Люблю» постоянно проводятся конкурсы. Ну, просто вот постоянно мы такие, и на праздники… Праздник – это тоже конкурс дефиле, мы об этом раньше говорили. Так вот, за 22 года истории нашего журнала, думаете, какой конкурс был самым популярным? Ни моё выпускное платье, ни конкурс домашних растений, так и назывался там моя красавица, да, там цветущая, ни конкурс дачных посадок. Были такие рекордсмены нам присылали, и тыквы. Ну, чего только не присылали, вообще кажется, что мы прямо на каких-то багамах живём, а не в Латвии дождливые, вообще непонятно, как это всё можно вырастить. И вот всё это нам присылали, и мы всё это там разыгрывали. Так вот, конкурс «Котики наше всё», так и назывался «Котики наше всё». Этот конкурс побил все рекорды. Ну вот, как вы думаете, сколько фотографий прислали? Ой, боюсь предположить. Ну вот, ну, называйте цифру. Ну сколько жителей в Латвии у нас? Ну, нет, меньше, 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 да. Ну вот возьмём каждый третий, у него есть кот, либо во дворе, либо... Ну, я вам хочу сказать, что котов было, котов было несколько сотен, но фотографий этих котов, фотографий котов было более тысячи. Более того, когда люди становятся нашими героями, мы просим, пришлите фотографию, где вы себе нравитесь, из вашего семейного архива. Боже мой, прекрасные люди, замечательные семьи, присылают просто слёзы, какие-то маленькие, размытые фотографии с телефона. Так вот, фотография любимого кота в среднем занимала 5 мегабайтов. 5. Это были художественные произведения. Ну, не знаю, у нас компьютеры висли, мы их складывали в папки, архивировали на диске, а коты всё шли и шли, шли и шли. Ну, тысячи это не так ещё много, да. Мы это участники конкурса, участники, мы отбирали из того, что можно как-то их там структурировать, разбить там лысые коты, мохнатые коты, рыжие коты. Некоторые фотографировали котов, за которыми люди ухаживают и поддерживают, но которые не являются их собственными котами, живут, например, в подвале. Хотя специалисты говорят, что нельзя кормить уличных котов. Раз они там живут, значит, они ловят мышей и крыс. И если они не выглядят там задохликами, то вот пусть они там и живут, можете там, когда засуха, блюдечко с водой поставить. Хотя и воду они знают, где находить. То есть коты учёные не перевелись, не перевелись в нашей Латвии, слава богу. Вот люди уезжают, коты не уезжают. Кстати, сейчас расскажу историю трогательную про Калининград. Это очень драматическая история этого города. Он постоянно относился… Алексей, пришлось побывать в Калининграде? Да, с огромным удовольствием. Ну вот вы знаете, что там? Лет пять назад. Кто старожилы Калининграда? Нет. Вот я сейчас вам открою глаза. Так вот, по решению государств, которые поделили мир после Второй мировой войны, Кёнигсберг отошёл к Советскому Союзу, и те люди, ну это была Пруссия, да, должны были вернуться на свою историческую родину, Германию. Вот такое было решение. Люди, ну, дисциплинированные, сели в вагоны, взяли с собой собак. Они не могли бросить собак. И вернулись с ними в Германию. А в городе остались коты. Котов не взяли. Потому что коты, котов очень много уличных, ну, как и везде. И даже в Пруссе были уличные коты. Так вот, если вы сейчас приедете в Калининград, прекрасный, кстати, город, уже виновированный, восстановленный, очень много памятников интересных, исторических всяческих, да, то вот те коты, которые вы встретите на улице, и мне даже кажется, что эти коты чем-то отличаются, да, у них такая прусская, такая вот, как сказать. Морда. Может быть, и морда. Может быть, какой-то, как это называется, экстерьер, говорят, специалисты. Так вот, это потомки тех самых котов. А поскольку город ведет свою историю буквально там со времен Северной войны и так далее, то есть, ну, многовековая история, то вот это те самые старожилы. И вот они остались в городе, и они вот, может быть, какие-то такие тайные хранители какого-то духа вот этого прусского, не знаю. В общем, обратите внимание на котов тоже. Ну, это как бы не имеет отношения к нашей сегодняшней программе, но имеет отношение к многоликости нашего мира. А не было желания сделать куклу, например, котика? Я играл когда-то котика в театре кукол в латвийском. У меня очень хорошо получалось. Котик был живая кукла в рост? Нет, нет, кукла-кукла. Кукла-кукла. Да, которую ведешь ручками над ширмой, тростевая. И да, мне потом Лев Семенович в Бермании, в Царстве Небесное, сказал, что был лучший котик за последние годы. И у тебя был лучший котик. Лучший котик. А котик был с характером или ми-ми-ми? Ну, нет, с характером. Он колбасу украл, там был ка-те-ка-те. То есть, как положено. Да, как положено. С усищами, с хвостищей. Да. И говорил таким голосом. Рынки молочные, масло и сало. Это мы как-то спели оду кота, вернее, собачкам. Но, наверное, если вы чувствуете себя кошатником, то, наверное, и кот не повредит. Да. Оба животных прекрасны. Просто люди делятся на котов и собак, наверное, сами тоже характерны. Нет, позволю не согласиться. Вот я собачник в первом поколении. У нас всю жизнь и в моем детстве, и в детстве моих детей были коты. Разные коты. И такие, которые бесхозные, и которые такие уличные, и какие-то спасенные. Разные коты. И в том числе подаренные. Вот это вот подарок котик. Это вот, я сколько знаю историй вообще сумасшедших. Никогда не дарите котов, пусть все-таки каким-то другим способом они появляются в вашей семье. Не дарите, да. Можете себе подарить кота. Так вот, все были кошатниками, и мы думали, что ничего никогда не изменится. И вот вдруг моей дочери все-таки появилась собака, французский бульдог. И все, и вот, и вот, да. И он занял достойное, подобающее ему место в иерархии. И вот, пожалуй... Вот исключение, так сказать, подтверждает, может быть, даже правило все-таки. Видите, в тенденциях современного мира люди тоже меняют. Люди меняются, да. То есть у нас не только люди там меняют то, что не надо менять, но и в том числе то, что можно поменять. Не будем у нас о котиках сейчас. Да, вот. Вот, ну и, конечно же, поскольку грядет... Что грядет? Праздник живота. Что грядет? Ну, напрягаемся. Что грядет, Алексей? Открываем. Восьмое марта, мне кажется, грядет. Восьмое марта, прекрасно. Это масленица грядет. Что там еще? Масленица. Вот, праздник. Вот, нам даже оператор подсказывает. Вот, оператор чувствуется больше в теме. Итак... Голодный просто в семи утра тут сидит уже. Ну, я думаю, что даже тем, кто голодный, не повредит. Посмотреть нашу прекрасную страницу 39-ю. Это блины. И не просто вот блины, ну, символ солнца и так далее, да? Вот это как бы уже точно, точно уже... Даже у меня проснулось, кажется. А значительно дальше, да? Все-таки блины. И чтобы мы, даже те, кто, казалось бы, о блинах знают все, все знают о блинах, мы вас прекрасно, мы вас приятно удивим. Вот, потому что и трубочки с маковой начинкой, и блинные мешочки с грибами. И, кстати, не только с грибами. Обратите внимание, что в таком виде можно подать практически мини-доза, мини-доза, вот это как раз вот эти, мини-доза любой маленькой закуски. Конечно, лучше, чтобы эта закуска была горячая, такая тёплая, да? И если она завязана вот этим вот тоненькой полосочкой зелёного лука, ну, это просто ещё и кулинарный эстетический шедевр. Вот. И витаминная бомба. Вот. И, кстати, если уже там, есть же и мясные начинки, и овощные, и в том числе сладкие, ну, какие-то такие нейтральные, и даже фруктовые. То есть, ну, всё, всё в любой комбинации можно это всё попробовать. Попробовать. Ну, и, конечно же, вот, на мой взгляд, вот есть какие-то любимые блины, Алексей? Да, у нас семейный рецепт, который мы вот уже так 40 лет, наверное, да? Мы это что, и сам тоже, или только супруга? И сам, и с бабушки ещё началось, с моей супругу уже к этому делу пристрастили. Самый, что ни на есть, обычный блин со сметанкой и с сахаром, без всяких вареньей. Без всяких вареньей, да? Ну, да, пробовали, конечно, и с икрой были времена, да, по-всякому уж экспериментировали, но вот как-то сметана и... Классика жанра. Классика жанра. Да, сам, что ни на есть. И трубочкой, и так, чтобы вот есть его ещё с тарелки, вот как раньше из блюдечка. Да. Чай пили, да, вот так же ты его просто берёшь и без вилки ножа. Вот, я, кстати, умею пить чай с блюдечка, иногда это делаю, но не в публичных местах, потому что люди оглядываются. На самом деле это не какое-то показательное выступление там с отодвинутым мизинцем, да? Чем хорошо блюдечка? Тем, что самый горячий чай на этом блюдечке мгновенно остывает, но при этом по ощущениям остаётся горячим. Если вы не любите холодный чай, потому что это как-то не так вкусно, и если вы не можете пить горячий чай, потому что он обжигает, и многие врачи говорят, что это действительно не полезно, не полезно для слизистой оболочки, да, то попробуйте дома потренироваться и пить из блюдечка. Но блюдечка должно быть, то есть это не должна быть суповая тарелка или такая фаянсовая подставка под кружку, да? Это должно быть тонкое фарфоровое блюдечко. Фарфор должен быть невесомым. С каемочкой. С каемочкой, да, с золотой каемочкой, вот. И результат вас приятно удивит, потому что испаряется чай из блюдечка, вы ощущаете аромат, и сначала вы ощущаете аромат, и только потом вы ощущаете вкус. И аромат из блюдечка отличается от аромата из кружки или чашки. Площадь, поверхность намного больше, да, он такой тонкий, насыщенный. Вот, это как бы так, такой лайфхак вам всё. Наш император, мне кажется, в глазу изменился чуть-чуть, да, и левым подмаркивает. А, кстати, если вы ходите иногда в какие-то комиссионные магазинчики или блошинные рыночки посещаете, или там за границей, в поездках, или у нас в Риге, кстати, есть интересные такие винтажные магазинчики, ни в коем случае не какие-то дорогие, такие сумасшедшие цены, и хотите приобрести вот такую чашечку с блюдечком, но не какую-то там, а именно вот комплект, чашечку и блюдечко, обратите внимание, как найти правильную чашечку. Поставьте блюдечко, чашечку в блюдечко, и вот так за блюдечко возьмите. Чашка не должна двигаться, то есть вы можете пить чай из чашечки, держать за блюдечко. Это вот такое вам тоже как бы домашнее задание для тех, кто любит почаевничать. Ну, хотя у нас, конечно, в Латвии взрослые все любят выпить кофе, кофе. Вот Алексей тоже, вот я с водой уже выпила, а вот он с кофе. Чтобы проснуться исключительно. Чтобы проснуться, да. Вот это вот, я думаю, что мы, ну, как скажем, не то чтобы разбудили всех, но кое-как. Но рецепторы разбудили блинной темой однозначно. Блинная. Ну, я думаю, что пусть все будет в ажуре у вас, дорогие наши слушатели, милые наши читательницы, ваши семьи. Причем в ажуре в прямом смысле слова. Я имею в виду ажурные блины, которые мы все научимся делать. Почитаем журнал. Грядущие масленицы делают у вас ажурные с дырками? Ну, если только случайно. Первый блин у нас получается, да, ажурным. Ажурным, да. Ну, что же, пусть вот эти вот дырки, прорехи будут только в блинах, а все остальное у нас будет вот так вот, такое вот, как надо. Да. И у вас тоже, дорогие друзья. Ну, а мы всех прощаемся, мы с вами прощаемся в программе, но не прощаемся на страницах нашего журнала. И всех приглашаем на наш праздник 7 марта. До свидания и хорошей масленицы, говоря о ближайших праздниках. Ну, и на концерт, конечно же, для встречи с симфоническим домовым. Да, друзья мои, вот как раз в эту субботу в 11 утра на русском языке спектакль и в 2 на латышском. Приходите, пожалуйста. Билеты на русский еще есть, на латышский уже почти нет. Не пропустите. Устройте себе маленький симфонический сюрприз. Да, действительно прекрасная возможность не лишать детей вот этой возможности приобщиться к миру. Субботнего, полезного, интересного музыкального праздника. Лучше и не сказать. Хорошо. До встречи, дорогие друзья. Всего доброго. Продолжение следует...